Здравствуйте! В эфире Бессарабия ТВ Новости в студии Николай Юшкевич. Сегодня в нашем выпуске. Началась шестая неделя Великого Поста. Православные христиане продолжают готовиться к Пасхе. Грандиозный праздник детского творчества прошел в Измаиле в последние дни марта. В Белгороднестровском начали готовиться к приезду отдыхающих. Туристов ждут и в городе, и в средневековой крепости. Как отмечали 1 апреля жители белого города на Днестре и не только, узнаете далее. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Началась шестая предпоследняя неделя Великого Поста. На протяжении ближайших семи дней православные христиане будут вспоминать чудо воскрешения Лазаря. Подробности в следующем сюжете. Светлое Христово воскресение все ближе и ближе. Шестая предпоследняя неделя Великого Поста посвящена воспоминанию торжественного входа Господа в Иерусалим, куда он шел для страдания и крестной смерти. В канун этого праздника церковь вспоминает чудо воскрешения Лазаря. Святой праведный Лазарь и его сестры Марфа и Мария были особо любимы Господом нашим Иисусом Христом. И после того, как Лазарь умер, Господь приходит и воскрешает его. Множество людей собирается, чтобы посмотреть на это чудо, чтобы увидеть Лазаря, который умер и был воскрешен Спасителем. В этот день по церковному уставу разрешается попущение, а именно людям, которые воздерживались от скоромной пищи на протяжении всего поста, дозволяется кушать рыбную икру. Но и тут нужно помнить о мире. Чтобы самое главное мы понимали, человеку дается попущение, но он для себя должен иметь меру, потому что человек в духовном и в телесном посте во всем должен иметь меру. Можно поститься телесно, вкушать пищу постную, но присыщаться ней, переедать ее, как мы говорим. И тогда человек так же, как и вкушая скоромную пищу, будет находиться в расслаблении, потому что от избытка пищи организм расслабляется и уже он не хочет ни молиться, он не хочет ни совершать ни поклоны, ни творить никакое Божье угодное дело. В воскресенье шестой седмицы Великого Поста православные христиане празднуют вход Господен в Иерусалим. Иисус Христос пошел к пещере, где похоронили Лазаря и после слов Лазарь из Иди передает его живого сестра. В этот момент многие поверили и пошли за Спасителем. Люди приходили для того, чтобы посмотреть не только на Иисуса Христа, но и на того, с кем произошло чудо воскрешения – Лазаря. По преданию, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим, собралось много людей. Они подстилали ему под ноги свои одежды и восклицали Асана, сыну Давидову. И вот мы слышим, как встречает его Иерусалим. Но буквально пройдет несколько дней, и эти же люди будут стоять и кричать «Распни, распни его». Каждый из нас должен осознавать и понимать, встречая Господа, надо быть искренним человеком, надо быть Боголюбивым человеком, чтобы мы не предавали Бога ни при каких обстоятельствах. Потому что часто бывает обстоятельства меняются. Сегодня мы говорим «Господи, прости меня», «Господи, спасибо Тебе», «Господи, я с тобой». А завтра слаживаются обстоятельства, и человек уходит от Бога. Человек не хочет быть с Господом. Человек начинает хулить Бога. Человек обижается на Бога. Мы не должны так делать. Во всех православных храмах в субботу, в канун праздника входа Господа в Иерусалим, на вечернем богослужении после чтения Евангелия совершают освящение вербы. Каждый верующий берет веточку растений и несет ее домой, где она хранится на протяжении всего года. В воскресенье эту же вербу тоже раздают прихожанам. По традиции многие люди в канун чистого четверга, как мы называем его, это великий четверг, страстной недели, люди омываются, заваривая, запаривая эту вербу. После этого человек омывает свое тело и берет этот навар, становится в какую-то емкость, это может быть миска или еще что-то, смывает на себя с молитвой Отче наш, призывая Господа, чтобы благодать не сошла на человека. И потом эту водичку, эту вербу закапывают где-то в том месте, где не оскверняется это место. И вербу могут вообще-то сжечь, а воду вылить вот в такую вот ямку. Как говорят священнослужители, вербу необходимо брать с благоговением. Многие верующие оставляют веточку вербы, принесенную с храма там, где стоят иконы. И она там хранится на протяжении целого года. В праздник входа Господа в Иерусалим верующим разрешается немного упростить пост и побаловать себя рыбными блюдами. И с этого дня православные христиане готовятся к страстной седмице. Мы должны понимать, что праздник входа Господня в Иерусалим это канун страстной седмицы. Буквально в понедельник мы уже будем со слезами на глазах просить Бога, чтобы всемилостивый Господь дала нам силы, терпения, достойно провести страстную, особенно строгую неделю и с радостью встретить праздник светлого Христового Воскресения. На минувших выходных в Белгород-Днестровском произошло 4 пожара. По одному и тому же адресу спасателям пришлось выезжать несколько раз. Подробности происшествий узнавала Татьяна Карпенко. Початок квитня для Белгород-Днестровского та рятувальники видався нелегким. По данным, вогнеборців на території міста сталося 4 пожежі. 1.04.00 о 3-й годині ранку, тобто ночі, надійшло проведомлення про пожежу легкого автомобиля по вулиці 30 років Перемоги. До місця прибуття пожежно-принятувальні підрозділи, які були вчасно, але пожежу було виявлено дуже пізно. Власників будинку розбудив вибух автомобиля, який спричинив внаслідок пожежі. Працював один ствол Б, автомобиль легковий згорів. По попередній причині, причина пожежі – підпал. Була викликана з головного управління лабораторія, яка зробила висновки по попередній причині, заніс жерела запалювання іззовні. Рятувальники також виїжджали двічі на вулицю Ізмаїльську. На місці колишнього військового шпиталю горіла одна із будівель. Як розповів Константин Гуйва, на момент приїзду вогнеборців охорони, яка повинна пильнувати за цією територією, не було. Нагадаємо, з минулого року це обов'язок працівників міського центру благоустрій. За будівлями, аби нічого дурного не сталося, мали слідкувати декілька людей. Було загорання даху, по першому виклику 50 квадратів горів в дах. Пожежу було виявлено вчасно, працювало два стріла А, пожежа була ліквідовано. Але, на жаль, о 18-й годині знову поступов виклик на тому ж самому об'єкту, знову був підпал дах у будівлі. З другої сторони, прибули вчасно підрозділи, пожежа була лікалізована вчасно, не дали би можливості розповсюджуватися по даху. Дуже добре, що є небайдужі люди в місті Білоградністровському. По факту пожежі даху вішкового шпиталя покинутого, надійшло понад 8 повідомлень. Це дуже добре, тому що, якщо ніхто не зателефонував, пожежа просто осуджилася, її залікодувати було б не дуже вчасно. Адже там сендвічне перекриття, з яким дуже важко боротися, зривати металеве підкриття і подавати воду не так просто. Це був підпал? Так, підпал, адже освітлення немає, навмисне пошкодження майна. Окрім загорання шпиталю та автомобілю, о 19-й годині 2-го квітня по вулиці Молодіжній палав приватний гараж. Рятувальники вкотре нагадують мешканцям дотримуватись правила пожежної безпеки. Дотримання правил пожежної безпеки – це є одним з одним факторів життя та здоров'я. Якщо ми будемо ними нехтувати, якщо ми будемо їх порушувати або не прислухатися до парад співробітників Державної служби безназвичайної ситуації, ми можемо за своєї небачності причинити собі урони. Ми можемо десь прогавити, залишити утюг, електроплитку, яка приведе до пожежі, а пожежа – це як не є знищення пошкодження свого майна, яке може привести до великих втрат. Тому будуть, будь ласка, дуже уважні і прислухайтеся до парад Державної служби безназвичайної ситуації. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ В одному з сіл Белгород-Дністровського району у 54-х років мужчини обнаружили і з'явили наркотики. Ось що об цьому проїжстві нам розповіли в містному відділенні поліції. Сотрудники уголовного розв'язку Белгород-Дністровського відділа получили оперативну інформацію о том, що житель села Ашаба по місту свого жительства хранить наркотичні вещества. Получив санкції суда, полицейские провели обыск в домі. І вовремя цього обыску був обнаружен і з'яв прозрачний поліетиленовий пакет з веществом тімно-зеленого цвета, весом приблизительно 10 грамів. Також вовремя обыска був обнаружен фрагмент от пластиковой бутылки со следами нафлоєння вещества коричневого цвета. Сведення о событиях были внесены в единый реестр до судебних расследований. Іначе уголовное производство по признакам ст. 1, части 1, ст. 309. Незаконное производство, изготовлення, приобретення, хранення, перевозка, пересылка наркотичних веществ. Із'ятое вещество і пластикову бутылку було направлено на експертизу. По результатам експертизи буде прийнято рішення в рамках действующее законодательство. По окончании досудебного расследовання уголовне производство буде направлено в суд. Мужчина вже в прошлом году привлекался к уголовній ответственності за посіви наркотичних растень. В цей раз засадеяння ему грозит наказання до трех лет лишення свободи. В последний день марта в Белгороднестровском городском совете состоялось заседание рабочей групи по организации и проведению открытия туристического сезона 2017 года. Что обсуждали, расскажет Татьяна Карпенко. 31 марта в Белгороднестровском впервые в этом году заговорили о подготовке к туристическому сезону. Состояло заседание рабочей групи, где и решали, как и чем будут удивлять гостей древнего города на этот раз. На рассмотрение вынесли различные мероприятия. Цель состоит, конечно же, в том, чтобы презентовать приоритетным образом наш город в значении туристического объекта юга Украины. И на этом делает постоянно акцент. И турсезон воспринимать не как три месяца лета, а популяризировать город Экерманы, прилежащую курортную зону, как туробъект, постоянно действующего. Некоторые члены рабочей групи выразили беспокойство, что город в целом не готов принимать ни туроператоров, ни гостей. И на это есть ряд причин. Я вообще каждый год, уже какое правительство тут будем так грубо говорить у нас собирается, какая кататься. Я сидел и говорю, где наша презентабельность? С чего мы начинаем нашу презентабельность? Как мы въезжаем в город? Расскажите мне, я хочу видеть ее. Сколько километров до крепости? Где наше лицо, наше город? Покажите мне, я хочу его видеть. О каком туристическом сезоне? Я скажу, что вы на месяц опоздали на туристический сезон. 25-го начинается каникулы школьные. Вы знаете, сколько груб было вообще детских? Сколько можно было сюда? Кроме этого, Елизавета Кикерешко обратила внимание присутствующих и на существенные пробелы в работе с туроператорами. А это немаловажно, ведь именно от их участия зависит количество отдыхающих, которые могли бы посетить один из древнейших городов нашей страны. Сейчас проходит туристическая выставка. Крупнейшая туристическая выставка. Я просила, давайте съездим туда, посмотрим. Чтобы на следующий год мы могли поставить там свой стенд. Вы посмотрите, что творится. Я сижу вот на этой выставке. Вот у меня. Вы посмотрите, что там творится. Сколько там туроператоров. Сколько там свой стенд выставить. Нам нечем презентовать город. Чем мы будем там презентовать? Чем мы будем хвастаться? После часового обсуждения, даты открытия и концепции проведения туристического сезона, заседающие решили пригласить в один из дней начала мая всех заинтересованных представителей этого бизнеса, чтобы показать им все красоты древнего белого города на Днестре. Но до этого нужно постараться сделать многое. Брэн города должен быть к 6 травня, должен быть брэн города. Вы не будьте убейте здесь. Брэн города. К пятому ли, уже на 5, ближе? Да, уже на 5. На 5 число брэн города. Где? Кто дает микрав plötzlich, что будет брэн города? Что вы имеете ввиду под брэн? Нет! Вот брэн там города, я имею ввиду брэн города. Вот продажа лица города. Продажа лица, да. Дет лицо нашего города. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ В преддверии начала туристического сезона в Белгороднестровской крепости проводят ряд работ. Готовят к открытию новые помещения, экскурсионные маршруты и непривычные для посетителей развлечения. Временно исполняющий обязанности директора КП ФРТТ Александр Морозов рассказал нашим корреспондентам о том, что ожидает гостей Твердыни в этом году. В период туристического сезона 2017 года Акерманская крепость порадует посетителей множеством изменений. Сейчас сотрудники Твердыни собственными силами пытаются преобразить средневековую жемчужину Белого города на Днестре. Как рассказывает временно исполняющий обязанности директора КП ФРТТ, планы грандиозные. Сегодня у нас подготовка идет при крепостной территории. Здесь вы знаете, что это находится на территории античной тиры. Есть некоторые провалы в тротуарной плитке, то есть сегодня все восстанавливается покрытием. Рабочие поднимают просевшие участки тротуарной плитки, затем засыпают провалы и укладывают их обратно. По такому же принципу обещают вскоре отремонтировать Экилийский мост на входе в крепость. Готов и проект по установке светодиодного освещения при крепостной площади и раскопа античной тиры. Планируют также изменить внешний вид главного штандарта и всех указательных табличек. Этим заняты художники Игорь Кровец и Сергей Горьковый соответственно. Подходят к концу и работы по укреплению фундамента второй башни, говорит Александр Морозов. Мы залили порядка 20 кубов бетона под эту башню, нашли эти размывы. Сейчас уже работы, основные работы закончены. Сейчас ждем проекта от специалистов по отведению, то есть должны быть дренажные отверстия, по отведению воды от этой башни. До 1 апреля, думаю, что мы откроем этот экскурсионный маршрут. Он не представляет никакой угрозы уже на сегодняшний день. По словам Александра Морозова, выполненные работы позволили не допустить дальнейшего разрушения башни. Кроме того, специалисты уже готовят проект по сохранению раскопов осибреи. Но больше всего предстоит потрудиться на территории гражданского двора. Вот за мной находится помещение, камералка так называемая. Значит, мы сегодня первым этапом, это мы перекрыли крышу. Я хотел сказать опять остановиться на том, что крышу мы делаем своими силами. Первый проект, который нам посчитали, это посчитали порядка 350-370, где-то около 370 тысяч. Мы своими силами, то есть силами КП, ее сегодня сделали порядка за около 100 тысяч гривен. После завершения всех ремонтных работ, это помещение разделят на две части. Одну из них обустроят под торговую лавку, а в другой появится своеобразный музей археологических находок. У нас прошли переговоры с археологами, и вы знаете, что на территории Акерманской крепости работает очень долгое время Белгород-Тирская экспедиция. Но результаты этой экспедиции никто никогда не мог видеть. И мы договорились с ними, что буквально в этом году мы совместными усилиями откроем эту экспозицию. И все эти находки, которые будут проходить в течение сезона этой экспедиции, они будут выставляться в этом экспозиционном зале. Поэтому это будет интересно, это будет еще дополнительная экскурсия для наших туристов. Это будет наполнение крепости, то, чего сегодня не хватает очень сильно. И это даст возможность сегодня, так сказать, привлечь дополнительные средства для того, чтобы содержать нашу крепость. Готовят и зоны для размещения детского археологического лагеря. Кроме того, здесь вскоре может появиться и улица ремесленников, где участники творческого объединения «Палитра Бессарабии» смогут проводить мастер-классы. По словам Александра Морозова, уже к началу туристического сезона эти все работы будут завершены. Наталья Чеботарь, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ. В Одессе ликвидировали подпольный цех по производству лекарств. Как сообщили в пресс-центре СБУ, злоумышленники фасовали медикаменты в антисанитарных условиях, а затем сбывали фальсификат не только на территории нашего региона, но и в других областях Украины. По предварительным данным, нечистые на руку дельцы успели заработать свыше 30 миллионов гривен. Об этом говорят цифры, найденные у преступников черной бухгалтерии. Во время проведенных обысков оперативники спецслужбы изъяли готовых препаратов на сумму более чем 5 миллионов гривен. Также они нашли незаконно ввезенные в Украину лекарства российского производства. Следствие продолжается. 3 апреля заместитель мэра Белгороднестровского по вопросам ЖКХ Альберт Алтухов и начальник управления капитального строительства Павел Шопский посетили сразу несколько объектов, где сейчас ведутся работы. Проконтролировали ход и качество выполнения ремонта на территории гор-районной больницы и на улицах, где укладывают новую тротуарную плитку. Кроме этого, городские чиновники посетили и участки, где проводят светодиодное освещение. С приходом весны 2017-го в Белгороднестровском проводятся различные ремонтные работы. 3 апреля заместитель мэра по вопросам ЖКХ и начальник управления капитального строительства побывали сразу на нескольких таких объектах. Свой путь начали с гор-районной больницы. Мы вообще уже приступили к освоению бюджета развития, который принят на сессии 23 февраля этого года. И начали с объекта городской больницы. В этом году запланирован здесь ремонт третьего этажа детского отделения. Стоимость ремонта 815 тысяч. Подрядчик здесь Пенов Дмитрий Михайлович, директор малого предприятия «Свитязь». Работы уже начали. Получил аванс 30% от этой суммы. Это 200 чем-то тысяч. Как говорит Павел Шовский, можно рассчитывать, что к назначенным срокам, а это к ноябрю 2017-го, третий этаж детского отделения преобразится. На очереди и инфекционное. Также обсудили и перспективу создания пассажирского лифта в одном из корпусов. Готовят проект на сметную документацию. После посещения больницы представители местной власти отправились к городскому рынку. Мы находимся возле рынка, где на улице Дзержинского мы производим МЦ Благоустрель заключил договор с фирмой Юта на установку светодиодного освещения. На этой улице будет установлено 40 светильников мощностью 50 ватт каждый светодиодным исполнением. Эти работы начаты с сегодняшнего дня. Мы начинаем эти работы. Протяженность составит 1,4 километра. В рамках программы «Светлый город» на установку освещения из местного бюджета выделили 2 миллиона гривен. На прошлой неделе работники Центра благоустройства завершили работы на Пушкино. Всего установили 18 светильников и заменили старые провода. Какой участок на очереди, можно будет сказать после заседания исполнительного комитета. По освещению у нас на 2 миллиона гривен будет титульный список отдельно прилагаться. В первую очередь на те улицы, где РЭС демонтировал кабеля. И на сегодняшний день отсутствует освещение как таковое. Это будет улица идти в первую очередь в список. И у нас еще есть одна положительная новость. То, что облсовет нам утвердил наконец-то деньги в размере 2 миллионов гривен. И порядка 10 улиц облсовет будет освещать за свои деньги и свои подрядные организации. Эти работы где-то начнутся в середине мая. Проконтролировали и ход работ на участке улицы Первомайской, где с 30 марта меняют тротуарную плитку. Нужные материалы уже закупили. Дело остается за малым. Как вы можете наблюдать, мы проложили уже 209 метров квадратных плитки. И продолжаем работу по дальнейшему демонтажу и укладке плитки. Планируем один квартал по улице Первомайской закончить до Пасхи. И горожане могут уже спокойно на Пасху здесь прогуливаться и видеть качество нашей работы. Согласно договору, по завершению этих работ подрядчик приступит к следующим улицам. Новые тротуары появятся на Николаевской, на участке от рынка и до вокзальной, и из Свято-Георгиевской, от Измаильской и до районной больницы. Наталья Чеботарь, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. Грандиозный праздник детского творчества прошел в Измаиле в последние дни марта. Со всех концов украинской Бессарабии и не только приехали в столицу Придунавия ученики школ эстетического воспитания. Галина Величко расскажет подробности. В течение двух дней, 30 и 31 марта, Измаил встречал гостей 15-го открытого детского музыкального фестиваля «Юные таланты Бессарабии». На этот раз в нем приняли участие около тысячи воспитанников школ эстетического воспитания Измаила, Рени, Болграда, Келиита, Тарбунар, Тарутина и Комрата, Республика Молдова. А собрали бессарабских звездочек вместе отдел культуры, руководство детской музыкальной школы номер 2 и школы искусств имени Малаховского. «Этот конкурс в этом году уже юбилейный, мы проводим его 15 раз. Это был действительно праздник, все детки выступали очень хорошо, но, конечно, жюри было очень представительное у нас в этом году. И, конечно, лучшие из лучших были отмечены дипломами лауреатов. Ну, все учащиеся получат дипломы, как участников, так и лауреатов. Для каждого участника нашего праздника есть подарки, вот для каждого предусмотрены хорошие подарки, чтобы ребята запомнили свое участие в нашем фестивале. Поэтому мы считаем, что праздник состоялся». «Хочется пожелать детям сегодня удачи в этом выступлении. Сегодня они будут награждены ценными подарками, дипломами. Желаем им удачи, всем измаильчанам получить удовольствие от выступления наших детей». В этом году в фестивале-конкурсе приняли участие хоры, вокальные и инструментальные ансамбли, оркестры, хореографические коллективы и вокалисты эстрадного жанра. Заместитель городского головы Измаила поблагодарил организаторов, участников и членов жюри. «Я постарался побывать почти в каждом зале. К сожалению, я посмотрел не все выступления, но мне очень понравилось то, что я видел. Большое спасибо преподавателям за то, что вы открыли и привезли этих маленьких звездочек. Большое вам спасибо. Большое спасибо жюри за то, что вы провели огромную работу. То, что мы видим, это праздник. Большое вам спасибо. Очень важно, что то, что мы увидели сейчас, мы будем целый год использовать на всех праздниках в нашем городе». Об уровне этого международного фестиваля говорит и состав жюри. Председатель – заслуженный артист Украины Александр Мурза, преподаватели Одесского училища искусств и культуры имени Данькевича, Ольга Олейникова и Вячеслав Карауш, отличник народного образования Украины, руководитель народного ансамбля танцев при Дунавье Фаина Георгиева. «Хочется поблагодарить абсолютно всех участников, абсолютно всех преподавателей, родителей, все руководство и сказать большое спасибо за то, что в наше нелегкое время у руководства вашего города находится и средство, и время поддерживать такие потрясающие фестивали, которые мы наблюдаем уже на протяжении стольких лет. Спасибо, что не забываете нас, спасибо, что приглашаете». Члены этого компетентного жюри определили победителей во всех категориях и номинациях конкурса. Ими стали лучшие воспитанники школ эстетического воспитания Украины и Молдовы. Им вручили дипломы первой степени. Были и специальные награды за популяризацию украинской песни, приз зрительских симпатий, за артистизм, за оригинальный репертуар и многие другие. В завершении фестиваля всех конкурсантов наградили дипломами за участие и подарками. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ 1 апреля многие люди всего мира отмечают День дурака или, как принято его еще называть, День смеха. Давно уже стало доброй традицией устраивать своим близким, друзьям и знакомым всевозможные розыгрыши. А как отмечали этот праздник жители Белгород-Днестровского, смотрите в следующем сюжете. 1 апреля – День веселья и шуток. Как его еще называют – День смеха или День дурака. Это всемирный праздник и отмечается жителями многих стран. Дабы не прослыть угрюмым и нелюдивым человеком, стоит придерживаться традиций, а именно разыгрывать друзей, коллег, членов семьи. Мы поинтересовались у окерманцев, как у них прошел праздник юмора. Как? Нет. Почему? Не было когда. Отлично, картошку садил. Все. А вы, может, кого-то разыгрывали или вас как-то разыграли? Нет, не было времени. Да, обманывала всех. А как? Ну, подходила маме, сказала, что у нее спина в пень. А для вас 1 апреля – это праздник? Ну да. Чем? Ну, то, что, во-первых, тепло, весна уже, уже второй месяц весны, тепло, хорошо на улице. День юмора? День юмора. Можно обмануть всех на свете. 1 апреля никому не верю. Эту фразу знают многие. В этот день шутить стараются все. Репликой «У тебя спина белая» уже никого не удивишь. Поэтому люди придумывают новые и не звучавшие ранее розыгрыши. Ну, я сестру утром разыграл, и на сегодня хватит. А как вы разыграли? Ну, там племянник был, на племянника с племянником развели. На улице. Вот так пропал. Пропал. Ребенка на улице, что ушел гулять. Бельбелька спрятали? Да. Мы звонили им на телефон и представлялись, что мы от компании «Киевстарт», что они выиграли деньги и разводили их на это. Они велись, и было очень весело и смешно. Большинство опрошенных нами аккерманцев в этом году, 1 апреля, к сожалению, не отмечали. Говорят, что день смеха какой-никакой, а все-таки праздник. Но провести его с достоинством не было возможности. Так как кто-то был на работе, а кто-то занимался своими домашними делами. Но все равно горожане не унывают и советуют всем почаще улыбаться. Татьяна Коваль, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. Вот такие сюжеты подготовили мои коллеги 3 апреля 2017 года. Мы встретимся уже завтра, как обычно, в 18.00 на телеканале Бессарабия ТВ. В студии будет работать Елена Малоеван. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин